Добрый вечер, кто вы? Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Роман, фамилия Гриванс, живу в Барнауле, попал на занятия по изучению Библии, в интернете смотрел ролики, канал «Во свете Библии», как-то от Вердемок называется, и вот пришел, как бы изучали Библии сегодня. А как вы на этот канал попали в «Во свете Библии»? Я вам так скажу, это прямо, наверное, водительство Божье было. Тогда у меня период был такой жизни, я понимаю, что просто мне очень помогло в плане того, что как-то подкрепилось, как-то взбодрился в плане того, что и даже, можно сказать, одержал тогда, пускай победу даже. Ну да, на работе у меня небольшие там взаимоотношения, скажем, с человеком там были они. Имея как-то это, как я помогло, вот именно постом, как бы я начал прямо спонтанно воздерживаться от пищи, как бы, чтобы там, ну дневной пост такой, с утра до вечера, скажем так. Утром ничего не ешь, и до вечера, пока вечером ешь, как говорится, до первой звезды. И, как бы, в то время я бодрствовал, когда уже, можно сказать, был готов, как говорится, к яме, которую выкопали мне, как пишется в салме. Ну вот так. Ну вот и, как бы, все, и я прямо смотрю, смотрю. А как вы впервые на него попали? Кто-то вам подсказал? Нет, я просто в ютубе, я... Какое, какое слово вы забивали? Как? Я не забивал, у меня просто она, как рекомендация вышла, я помню, какой-то про бульдозер, что-то оплата с бульдозеристом почему-то у меня вышла. А у тебя что-то со стройкой бульдозер, наверное, связано? Ну, я там, да, я нажимаю, техника, там, бывает, там, что-то такого. И у меня вот это, вот я, я думаю, ну, что-то там... То есть, он такая поисковая система, она сама тебе предложила, ты туда ткнул, чисто случайно, да? Ну, я вот, я смотрел, хотел, интересно, что там за оплата, какая бульдозериста, там, что-то, ну, просто... И ты увидел, что-то в потерявке, там, бульдозер, ну, проды восстанавливаем. Да, сначала, вот, как бы, Игнать Тихонович там говорит, потом, потом еще какой-то ролик, там, такой же реком, тоже дальше что-то, и потом просто под чем-то слово ребриха, там, говорилось, ребриха, ну, неужели Алтай наш? А потом как-то что-то еще, еще, и потом, а потом уже Игнатия Лапки, ну, как бы, я слышал о нем, такой Игнатия Лапки. А что вы о нем слышали? Ну, у меня, я ходил как-то к баптистам, был период времени, это же, на Энтузиастов 8, нерегистрированный. И у меня там знакомый один был, Сергей Алексеенко, вот он как раз ходил, Лапки, ну, говорю, там, обязательно, бордой, говорит, и под поясом, вот, ну, это все, что я так и знал, что бордой и под поясом. Ну, вот, ну, все, он ушел, а так вот он сейчас, там, вот, я-то не стал там, вот, там, ну, что-то не это, не для меня, это, наверное, да, вот так. И вот вы стали смотреть ролики, увлеклись, и потом, и потом позвонили, вот, неделю назад мне, и напросились на занятия, а мой телефон, как? А, ролик про Василия какой-то там, и вот этот вот номер, да? Ага, и вот этот вот номер, да? Я сразу остановил, да? Ага, вот весь Василий, видишь? Про Василия уже, узнал ты его, да, из роликов-то? Ну, вот про Василия ролики, конечно, какую-то пользу тебе принесли, или? Да, я как-то не сильно так там, не сильно, да? Ну, это... Ну, однако, вот, ты, видишь, позвонил, сердце откликнулось, а мы уже давно снимаем, выставляем уже, Василий, сколько уже, месяца два ты у меня живешь? Вон объявление, вот все ходит, клеит, говорит, а че, говорит, толку объявление клеит, что занятия у нас идут, все равно их срывают, а ты вот позвонил, я там первая мысль, может, по объявлению, а потом, думаю, нет, вот такие вот объявления, Василий, покажи, Василий, наверху, наверху, клеим, и там, вот, как раз, вот, телефон мой и скайп тоже, вот, чтобы люди приходили, приходили на занятия, вот, давай, Пусть, покажи, я сейчас сниму сюда, вот, приглашаем на занятия, мы уже снимали тоже, как раз тут скайп мой, готовим к крещению, тут фотография, как раз, вот, вот, фотография, вот, мое крещение, вот, ну, и вы хотели рассказать о том, как вы, ваш путь к Богу, к Богу... В общем, это было 20 лет назад, наверное, 97-й год, мне было тогда 18 лет, я сидел, меня посадили в тюрьму, мне дали срок 3 года за кражу, ну, так как я просто наркоманом был, конкретно я пил, все еще можно глотал, прямо у меня, можно так, с вами, с вами, мозг работал, ну, условно, вот, для кайфа, как бы, все найти, что-то такое, ну, вся дема, жизнь бывает, и, в общем, и вот, все это, вот, уличная романтика наша, затянуло туда, как бы, вот эти все, как бы, как говорится, миф этот, о жизни этой, был одной, пускай, и попал я в тюрьму, в 97-м году, я помню, я сидел в зоне на пятерке в Рубцовске, и я заболел там туберкулезом, вот, у меня рост метр восемьдесят два, и я весил, когда меня привезли на краевую, вот сюда, весил 37 килограмм, я еле ходил, уже помню, что, и даже говорить уже, вроде, плохо говорить стал, у меня, ну, вообще, там не то, что худой был, у меня, я бицепс вот так вот, вот так вот, раз соединял, дистрофия была, да, вообще, там, а ты, Вась, когда болел, у тебя такого не было, похудения? нет, нет, до кого у меня в закрытой форме, там тоже вот... ну, ты в тюрьме не сидел? там, на лифососудах ну, ладно, ладно, ага, и... и как бы я сидел, вот тогда вот, уже на восьмерке в Алтайке эту зону... ну, ты понимал, что у тебя уже жизнь идет, как бы, концу... да, я понял, что я, наверное... до зимы не дожил это летом... до зимы... я, как бы, тогда понял, что... а ты до тюрьмы наркоманил, или...? до тюрьмы это все было, конечно, до тюрьмы!? а в тюрьме тоже? нет, в тюрьме как раз не было а там возможности... ну там был у кого есть, у кого нету, я нет. вот, и это все было... вот, на свободе и, вот, и мне как бы, я там попался... книжка там Дейла Карнеги, психолог есть, там Как перестать беспокоиться, вот этот... как приобрести друзей там что-то было там как бы не обязательно быть хорошим собеседником но не обязательно для этого чтобы хорошим собеседником но там хорошо говорит просто можно внимательно слушать истины простые как бы которые я раньше как бы не знал и было несколько раз сноска на новый завет на библию на иисуса христа а потом мне попалась маленькая книжечка в тюрьме удается такая синька идионовская там но вызовет и псалтырь и я тоже начал и читать там как раз вначале там веселую в пути там там есть стихи если вы там беспокойтесь такие-то стихи вот такие там не что-то ночью если вы беспокойтесь прочитал помню вот этого на горном проповеди собираетесь и сокровища на небесах и как бы это для меня было что-то а ты думал а я вот собирался сокровища на земле да и тебя господь преобразил ты же воровал да и вот эти слова и собирайте себе сокровища на земле они тебя но они не то что там прямо сразу как но коснулись что есть другое жизнь да да что как бы действительно беспокоишься ты беспокоишься об этом земном когда ну что когда умрешь с собой жизнь ничего не возьмешь и был в отряде верующий один вот такой в аргентин фамилию вот место вот это верующий как ну верующий верующий я просто тоже плохо так было подошел к нему расскажи что это за книжка вот этот новый завет я показывал и вот он не помню там конкретно чем разговор был но что я помню что надо покаяться тебе надо попросить прощения я буду скажем как я вот я поверить в бога могу вот я его мод я слышал бог бог есть а кто это вообще как бог он и слой бог а как я поверю вообще кто-то и во-первых за мной как бы так шлейф только он говорит простит у тебя если попросишь пасет а говорит чтобы поверить вообще будет просто проще простого не надо там какие-то молитвами заученными там что-то это просто попросил бога скажи вот господи вот покажи мне себе дай мне поверить в тебя надо так чтобы я поверил не показалось даже какой-нибудь знамение дать его как подпрашивали ну или по крайней мере узнавирку музею надо что поверить вот я попросил как бы и я увидел это конечно может сказать что это может как бы ну пусть и ревизация показалось как был образ ну прямо самое сердце вам так скажу что прямо у меня у меня никто не приблизит что его нет потом просто неоднократно это было что как бы я с богом он умолишь тему сразу получаешь ответ ну вот тогда я просто умирал опять же не могу может так всем острино было и вот и как бы все и я что интересно я за месяц у меня было две дыры в легких скула где-то мне через месяц у меня остался небольшая парочка фильтрат но мне просто еще как почему-то у меня как-то получилось так что в этот период за лето ко мне как-то родителю отец начал ездить каждую каждому передачу возить а как раз об этом никто не ездил можно сказать у меня все зла было скажем так там я бы сильно хорошо относился к ним в это время на свободе и все и вот так и я как бы в нем этих продуктов везет я как бы я ем и а зоне тогда голод был мужская и как бы пошел на поправку до туберкулез как раз и такой чтобы питание хорошего и я начал я читал с этим верующим ловы разговаривал и учитал библию я помню что я буквально понимал и так я думаю надо поднимать буквально как бы что ничего не имел ввиду между но что он стал что верующий меня не умрет не умрет вовек я все я ходил ты помню я думал что я никогда не умру серьезно но вера если мы не веру есть с горчичной сервала скажу это я вот так иду и думаю если мне поверье могут просто сейчас залететь даже вот здесь это но я верю просто прямо сильность но может это что-то не так было просто конечно но и чудо исцеления твое твоего я исцелился раз я начал я просто с людьми говорить как-то я не мог говорить я начал с людьми прямо как ты перестал как ты их боятся людей как зона все равно как-то тоже когда не так принято что мы можем такой там как но даже что-то по понятию прежде чем подумать сказать подумай там и думая о чем говоришь на такого а тут и почувствовал поддержку я слову я начал уверовал тебе до свидетельства на то что все в тюрьме уверовал да 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 и в тюрьме бою не в тюрьме начал говорить что вот так и как бы а вот этот володя верующий он кто был поверил баптист и баптист я не сам был вроде бы в аркентинке более фамилия я потом встречал у него знать что родня в германии вот одним тоже чё-то там прислали их и какую-то эту литературу я выискал потом я его в одноклассе как нашел вроде это не он как бы в германии еще живет этот вола я написал нет я из казахстана похож не знаю вот в арнентин есть просто фамилия как бы не нашел и вот так вот и вот может сказать вот так я жил ну а потом я конечно я отошел в тюрьме также живя я не стал верить просто не стал и не смог делать поступать так как совесть как говорить вот надо так я не смог я смотрю сейчас на это смотрю на это просто то есть ты в тюрьме уверовал в тюрьме и потерял да не потерял и не потерял она шла блана я ее я не воплотил жизнь был внутри я его давил может сказать я говорю что я буду сам и один гордыня такая вот самость но она даже не гордыня она просто я не хотел поступать вот как бог велел и вот это был период 10 лет длился взял совсем он еще 7 пока меня опять и посадили очередное 3 этого раз уже меня посадили я меня до этого потом вот я освободился опять садили там безумствовать просто начал это вот эти 10 лет это вот я действительно 7 злейших там то что было это было вообще-то я даже и меня опять посадили и вот третий раз уже меня посадили когда уже я на десятку потом тоже строгий режим и вот я помню что не так плохо стало но я как бы лишь привык живите и проблемы жизненность свои решать как сам все эти вот воли там и шутить а тут никак не получается все как бы такие люди и не получается и удив все хуже хуже и вот у меня нос и я помню мне прямо все как-то сдавливала землюлов вот эта проблема и мысль обратить богу я думал нет и вот опять мысли обратись я думаю сейчас сейчас скажу и вот после к расскажи о господи помоги мне лет мне не буду говорить о господи скажу бог помоги мне я буду дать бог помоги мне я это сказал имя прямо как лучше так бы как лучик света то-такраста и вот я после этого я тогда как бы понимал кто этого понимал что сердце как бы душу верить надо Democrats Как-то я боялся верить в Бога, но так вот жить, делиться, к примеру, делиться для меня как-то, ну, там что-то, я думал, как-то, ну, видать, прошло свое было. — Делиться материальным? — Да, 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 вот это вот как-то, ну, не знаю, что это, может, природно. — Ну, если ты воровал, как это, то это надо было, то у чужого, у чужих отнимал, а тут свое отдавать, конечно, тут это должен быть переворот, который только Бог, может сделать. — И вот после этого, вот когда сказал Бог, помоги мне, и вот я понял головой уже, что все, я буду верить, ну, что буду стараться искать Бога, и вот это 2007 год, я помню, да, 2008 уже, и вот я вот с этого времени все стараюсь, как-то молюсь, так иду, постоянно падаю, постоянно падение, можно сказать, все, дорога, это у меня, там, можно сказать, вся в слезах, как говорится, везде, да, там, вот это, здесь. — Грех, имеется в виду, грехопадение, да, то есть... — Ну, да, ну, я вот, бывает, сколько у меня вот сейчас хоть нету, а так вот, вау, тоже, я алкоголь, что, просто... — Ты, то есть, грех совершаешь, тебя совесть мучает, что ты понимаешь, что делаешь что-то не то, и весь путь в слезах, в слезах покаяния, или в слезах, что ты не можешь сам этот грех оставить, или что это? — Вот, к примеру, мне вот, к примеру, мне плохо в жизни, вот, в течение дня на работе что-то там такое вот случится там, что мне просто, ну, выше моих сил, я не знаю, как мне сейчас... У меня как-то в тупике, я не курю, но я пойду, возьму сигаретку просто у кого-то там, вот покурю, мне легче становится. Просто не за то, что... Просто покурил, как-то развеялся вот, само, знаете, сколько там всего этого табака вот, и мне как-то... И вот это вот у меня есть, и я потом жалеть начинаю, я потом начинаю, вот я курил, вот не курил, курил, вот это вот все, вот это вот так... И как-то, ну, конечно, лучше бы, или как-то, смириться, курить по две сигаретки, как говорится, в день. Ну, нет, ну, конечно, это... Ну, опять же, говорю, Бог видит... — Понимаю, это, ну, ложно. Ведь, если ты веришь в Бога, то ты должен поверить в существование дьявола, которого Бог с неба сверг, ты об этом не читал. И он не хочет, чтобы его раб, а ты был ему рабом, ты служил его, он не хочет тебя так просто отдать другому Господину Богу. Он будет тебя держаться, ты его работник, он тебе зарплату выплачивал, он кайфом, ну, с тобой рассчитывался за грехи, понимаешь? И так просто он тебя не отдаст, ты должен это понимать. — А что делать? Вот что для этого? Вот как это надо? — Ну, тебе нужно... Ну, вот... Что нам делать, мужи-братья? Помнишь такой вопрос в Библии? Он говорит, покайтесь и докрестится каждый из вас для прощения грехов. То есть, ты должен себя осознать погибшим грешником, возмездие за грех смерть. У тебя, ты говоришь, целый шлейф этих грехов. Ты должен в них покаяться, попросить у Бога прощения, что ты не так себя вел. Принять крещение, иначе тебе Бог не простит эти грехи. У Бога такой закон. Крещение для прощения грехов. В таинстве крещения омываются все грехи. И вот на наших занятиях там и подготовка к окрещению. То есть, мы занятия ведем, то есть, человека готовим к окрещению, души его готовим. То есть, он, читая Слово Божие, очищается уже, но грехи прощаются только в таинстве крещения. Так Господь устроил, Он избрал на это особых людей. Мы их называем священники. И Он им сказал, кому простите грехи, тому простятся. На ком оставите, на том останутся. Прощает грехи Бог, но власть прощать грехи Он дал священникам, людям. Законным, рукоположенным. Вот, и это должно быть в церкви. Тогда еще в церкви не было. Это всегда про разбойника задают вопросы сектанты, которые вот пятидесятники, которые баптисты, которые к церкви не имеют никакого отношения. Они потомки Дафана Корея Аверона, которые сами взяли себе эту власть незаконно. Простить грехи может только батюшка, только священник, поставленный Богом от апостолов. Христос избрал своих учеников, апостолов, и те рукополагали с первого века и так до наших дней. Я не осознанно уже крестился. А можно ли перекреститься? Можно, смотри, не перекреститься, я тебе сейчас объясню. Написано, кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. Марка 16,16. Ты крестился, будучи неверующим, сейчас ты сказал. А Писание говорит, а кто не будет веровать, осужден будет. Даже если ты крещен, но ты не веровал бы. Если бы ты в тот день умер, ты бы не спасся, потому что у тебя не было веры. Вера в Иисуса Христа, как в Господа. Сейчас ты во Христа, если веруешь, признаешь Его за своего личного Спасителя от грехов, за Бога, за лицо, второе лицо Троицы, Единое Существо. Ты в Троицу веришь? Да. Что Отец, Сын и Святой Дух. Есть православный символ веры, есть книжка, я тебе могу. А я знаю, у меня есть молитва слов православный, там символ веры, веру единого Бога Отца. И там этот символ веры прям разбирается. Вот, посмотри. Ты не узнаешь там никого? Ну вот это же у тебя. Да. И вот, вот такую книжку издали, да, я даже не знал, что они мою фотографию. Вот это вот мое крещение, 2005 год. Отец Яким в Потерявке меня крестит. И там вот этот символ веры как раз разбирается. Вот. И, сейчас покажу, что значит во Христа креститься. Игумен Игнатий, ну не Лапкин, а Душеин написал эту книгу. И тут вот моя фотография. Вот отец Яким. Вот сестры еще тут. Вот. Принять крещение, войти в церкви. То есть, ты когда говоришь, что ты вот вера в душе, но ты должен начать общаться с верующими людьми. А ты имеешь веру, общаешься с неверующими, у тебя нет вот этой вот поддержки. И Господь создал церковь. Церковь это собрание верующих людей. Вот ты ходил там к пятидесятникам, баптистам. Тоже собрание верующих людей, но они не церковь. И поэтому они, как Игнатий Игнатий говорит, на первой ступени засохли. То есть, они Духом Святым признают Господа Иисуса Христа. И ты вот на первой ступеньке засох. Дальше вторая ступенька это нужно войти в церковь. То есть, принять таинство крещения. В твоем случае, когда ты крестился, во-первых, у тебя не было веры. То есть, батюшка не должен был тебя неверующего крестить. По правилам ты должен был пройти курс катехизации, курс оглашения. Вот как мы сейчас вот ведем по скайпу. То есть, вот эти вот люди, которые ты видел в интернете, они как раз вот готовятся к крещению. То есть, изучают Слово Божие, вникают в него, вера укрепляется. И когда они принимают православную веру истинную, они принимают крещение в церкви. И тогда благодать Духа сходит в Святого. И ты начинаешь трудиться в церкви под водительством Духа Святого. и участвуешь в Таинстве, Таинства и Исповеди. У харизматов, по-моему, нет этого. Нет. Вот. А когда ты знаешь, что ты за каждый грех должен Богу давать отчет, и не просто так вот там своровал Господи, прости, и Бог тебя простит. Нет, ты должен человеку это сказать. А перед людьми иной раз стыдно бывает. Даже перед Батюшкой грехи такие называют. И Сатана так сделал, что грешить нам не стыдно, а признаваться в грехах стыдно. Ложный такой стыд. Поэтому, а когда ты будешь в церкви, будешь знать, что тебе придется говорить этот грех на Исповеди, и неизвестно, простит тебя батюшка или не простит, может и эпитемию назначить, как Василию. Сейчас тоже у него было духовное падение. Сейчас он не причащается Христовых тайн, в притворе стоит. Есть такое вот. Я тоже три года в притворе стоял после крещения. После крещения обычно сатана со страшной силой нападает. И он часто тебя держит, клещами в тебя вцепился. То один грех предложит, то второй, то третий. Ты борешься, а своей силой победить его не можешь. Поэтому, и когда ты сказал, Господи, помоги, тебе сразу раз луч, и пошла помощь такая. И Господь тебя начинает вести. На ролике Игнатия Тихоновича вывел сюда, ко мне привел на занятия к нам, ко мне домой. Тоже спрашивали, что нам делать у апостола. Покаетесь. И в тот раз в тюрьме говорит, что делать? Покаетесь. Должно быть покаяние, полная капитуляция перед Богом. Никакое там. Я вот хотел рассказать еще. Давай. Что произошло, когда я попросил прощения от Бога. Я вот я помню, я лежал на травете ночью. В тюрьме? Да. Первый раз, когда? Да. Да, да. На Пиром Ярусе. И я думаю. Когда ты 37 килограмм был. Да, да. И вот я думаю, что надо, как сказали, попросить прощения. Я думаю, ну что надо, сейчас скажу, сейчас скажу, попрошу прощения. В общем, я когда сказал, Бог прости меня, я начал хохотать. Из меня хохот пошел. Я испугался. Может быть это бес какой-то вышел. Ну не знаю. Может быть. И вот так вот. Я просто хохотать начал. Я сильно испугался. Я помню, что я точно понял, что я какой-то у меня реально. И вот так вот. И после этого у меня как-то и есть все-таки проявления вот этих вот. Даже там при молитве, при чтении у меня как-то судорога какая-то. Ну я понимаю, что. И вот тоже постом молитвы, как говорится, северо надо изгонять. А ты говоришь, судорога это во время молитвы у тебя? Да, бывает. Или во время чтения. Вот во время молитвы. Судорога, то есть типа хохота такого? Ну смешка такая, да? Ну как бы, ну не хохота, даже я не назову это как-то, как-то что-то выходит как бы из меня. У нас тоже, я не знаю, ты застал эти ролики с Романом Малышом, нет? Да, да. Вот он когда молился, Игнать Тихонович тоже за ним такое заметил. Ну он-то говорит, он-то, Игнать, я говорил, что как-то с усмешкой молился. А у меня просто, я когда молиться начинаю, бывает, вот там что-то, вот я вот последний раз, я помню, было, что-то я как-то, то ли, я говорил, господи помилуй, и мне прямо, я прямо не мог произнести это. Вот я бывал, не мог прямо, я как-то, и мне как-бы, ну вот я, ну вот я, ну я как-бы уже знаю, что это бес во мне делать, что это я как-бы, я специально силы набираю, чтобы произнести это. То есть ты признаешь, что в тебе бесы сидят, которые нужно изгонять молитву и посту. Ну да. Ну это хорошо, что у тебя есть такое осознание. Некоторые-то бесноваты и говорят, нет у меня беса, я святой, мне не в чем каяться. Это тоже очень опасное состояние. Вот. Ну и состояние, когда ты признаешь, что в тебе бес и не хочешь его изгнать, ну это тоже плохо. Тем более ты знаешь, ты говоришь, что бес изгоняется молитвой и постом. Вот. Но ученики Христа не могли изгнать. Читал такое? Да. Они же как они? Ну да, читал, конечно. Он сказал себе, что доколе буду с вами маловеровать, что... Да. Приведите его ко мне. А почему они не могли изгнать, помнишь? Маловерую, значит, он же стал изгонять. Почему? Почему ученики не могли изгнать, почему ты сам из себя не можешь изгнать? Маловерую, это... Наверное, желания поститься нет. Вот. Идать желание это же надо. А бывает есть желание поститься, поэтому... неделями как говорится, ну не неделями там, а днями точно было, там такие вот. Жизнь, как говорится, чтобы... Ну такие, ну а посты такие, не сказать, большие... Я говорю, вот до вечера, как говорится, я могу, как говорится. Ну, а вечером налопаешься. А вечером, да. Ну, и толк в этом. Да нет, ну, понятно, нет, в этом, что там прямо что-то, аж да. Понятно, понятно. В делах разумном, ну, по крайней мере, сыт буду и спать лягу сытом уже. Может, конечно, построже в этом плане. А православные посты, вот это тебе понятие знакомо? Ну, я, конечно, знаю, что там воздерживаются от молока, там от мяса. Сейчас идет, сейчас пост идет. Ну, я как-то, я согласен с этим, ну, да, ну, я нет, как раз, я не пробовал ни разу. Я просто думаю, а что, ну, воздерживает, ну, я вот могу себя так воздержать, например, вот, день не поем, ты говоришь, а ты же улезаешься. Ну, понятно. Ну, вот поэтому и, видишь, Христом создана церковь. Христом. Христос – глава, церковь – тело. И церковь установила православные посты. А то, что установила церковь, это то, что установил Христос. Понимаешь, если твой Христос – Бог, то, то есть, тебе нужно не от своего ума поститься, а так, как поститься церковь. И если ты так начнешь в истине поститься. Потому что многие сектанты говорят, да, что вы там, вот истинный пост, и приводят там из этого совета, там, не пить, не есть, он, Христос, 40 дней не пил, не ел, там, давайте вот так. Да не каждый этого по силу, а ты хотя бы вот возьми православный пост, не ешь вот до Пасхи мясо, молока, яиц. И как у тебя внутри все завизжит, как он начнет там копытами стучать. Дай это. Вот так вот. Потому что пост – это великая сила. Говорю, я, меня Господь, когда я стал правильно поститься, он меня от лимфосаркома исцелил. Это болячка очень-таки серьезная. Так что вот, тут вот два туберкулезника и онкологические. И всех, видишь, Господь исцеляет по милости своей. Для прославления Его, конечно. Вот. Но тебе нужно принять истинное крещение, и тебе нужно принять православную веру и пойти в церковь. А я вот и понял, я почему хотел бы сказать чуть-чуть, немного. Я просто вот ходил вот, когда к харизматам, и как бы тоже понять не могу. Вроде как бы люди верят, говорят, верят, верят, а потом раз спрашиваю, а где вот там этот человек, а он опять пьет там или что-то. Ну, быстро выносит, так скажем, из церкви. Как-то интересно. И как-то и почему-то, опять же, если вы верующие, там домашняя группа была там, тоже вроде как-то молимся так же, тут же как-то с жаргоном этим разговариваешь, манерно это как-то там или что-то не то. Не попалось мне, попалось мне один раз, я пошел баптистом, вот на энтузиазм, и они мне дали журнал, как-то называется, «Вестник истинный» вроде. Ну, я его домой приятно не стал читать, а тут как-то я его начал читать, там была автобиография Михаила Ивановича Хори, в такой фамилии, вот он, который человек сидел за веру в Иисуса Христа в тюрьме в советское время. И я там начали два раза, этот журнал, я когда читать начал, я вот смотрю, там, и он описывает такие моменты, что, ну, вот в тюрьме, как он, я как бы, ну, знаю, как это все, это же, он зашел в изоляторах, например, там все, а это вот за Иисуса Христа, и вот прям, что для меня там, ну, там такие вот моменты он рассказывал. Да, там с крысами, по-моему, нет? В морозилках его держали. В морозилке, вот там, какая-то африканка, вот там он говорил, что там, да? Мучили там, да, да. И я вот, я подумал, что там, наверное, точно Бог есть вот в этих вот, вот в Тесны. Я четыре года, вот я вот, ну, примерно так вот, ну, балл уходил, ну, там не то вообще. Ну, почему говорю, это не то. Я как бы, для меня, я вот так вот думал, вот если вот такие люди, вот которые вот так страдали, вот за Иисуса Христа, вот такие, это, ну, это действительно. И вот как бы, так она и образовалась, это отделенная церковь, можно сказать. Бог отделил ее, вот как бы, я вроде так с этой мыслью жил. Потом я смотрю, просто там же, там же так же с людьми общаюсь, и как бы, ну, далеко это, ну, не так, ну, мы не христиане, там, что, как говорится, в церковном совете, а, как говорится, так любите, там, деньги, ну, это ладно, там, другой момент, это тоже неприятно было просто. И просто я понимаю, что, как бы, это чисто индивидуально. Бог, это, и не все такие, как вот, например, этот человек, который сидел за Иисуса Христа тут, не все такие. И как бы многие, и я понял, что как бы это совсем, а потом уже, конечно, сидели-то все, многие, вот Игнатий Тихонович, вот, установлено недавно, что он за веру. Пятидесятники там сидели, там, эти, как бы, многие за веру, там, какие-то, даже эти, вроде, святые бога сидели. И, как бы, к тому, что, как бы, ну, за веру страдали. И потом я тоже думал так, тоже, что, как бы, а просто к чему, что еще интересно, я туда, куда ходил, когда, вот, к ним, я вообще, там, я ни с кем не мог поговорить, даже толком, просто, вот, даже то, что я в Библии прочитаю, там, вот, не было никаких занятий, ну, все люди заняты, как бы, у каждых семьи, там, помного детей, зарабатывать деньги надо, как-то, на этом все, как бы, вот, и все, все общения, вроде, с кем он поговорить, да, ни с кем, там, вот, был один человек, вот, более-менее с ним еще можно там, чтобы, а другие не поговоришь, ну, могу даже, не по-все слову это сказать, не любовь, сама нас еще, не любовь, там, а вот, попал, вот, как-то, познакомиться тут с ребятами, полославными, молодежь на объединение света, есть такое, на Балтийской храм, как Иоанна Богослова, там, вот, там, такой, Вова Зяблов есть, кто-то как раз организовал, и там, вот, молодежь на объединение света, как раз, разбору Библии, и, как бы, ну, и все-таки, вот, много занятий, там, происходит, там, ЦДИ, центральный дом, интернат, они посещают, там, как бы, бабушек, вот, этих, которые, там, одни жилы, там, еще что-то, еще что-то делают, так, вот, там, коммонитарный центр, и он, как-то, у них, как-то, там, всегда, как-то, просто, ты кому-то нужен, там, интересен, кому-то просто, тебя спрашивают, как у тебя, я тут давно так, как бы, и мне понравилось, там, что православие, вроде, действительно, нашел там, где не искал, как говорится, просто элементарно, с любовью, надо к людям относиться, действительно, правильно, будь ты хоть кем, медь звенящаяся, если любви нет у тебя, ну, оно так и есть, что там, хоть там, А ты говоришь, у отделенных баптистов любви не было конкретно к тебе? Да там они все, да они там вообще, да там они, 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 я вот удивляюсь, как ты говоришь, называешь слово брат, его брат, я им это просто задаю, вот вы отделочники, брат, и ты ему так же, отдаешь заказ, ну, там, отделывать, там, какой-то заказ по отделке, под проценты, по 10 процентов, я говорю, в миру даже, это как бы, ну, это, ну, не, я не знаю, ну, конечно, кто-то принимает это, когда, а то, как, ну, я не знаю, ну, я как бы, я не знаю, ну, пускай я, может, такой, ну, дам заработать, зачем мне буду брать, то, что я не делал, тем более, как бы, тем более, мы христиане, ребята, ну, как называемся, христианами, как же можно, это так, такой момент, просто, вот даже, под это, там, какие-то, под проценты, то этим, братьям, которые назвать его братьям, заказы там еще что-то, это много такого, то есть комиссионные, да, получается, то есть он нашел тебе, допустим, работы, там, например, 10 процентов, ты должен, ну, как-то, я думаю, я в такси работаю, я 10 процентов отдаю, а куда деваться, если я не буду эти 10 процентов отдавать, мне заказать не надо, я пойду без работы буду, я, конечно, к этому брату пойду по 10 этажей, по 20, может, в 10 секунд, ну, вот так вот и такие, да, и там, если вспоминать, потому что просто у меня, ну, а вот хорошо, ладно, бог с ними, с баптистами, а вот в этом свет, недавно ты с ними познакомился? я где-то больше года, больше года, и там у них разбор Слова Божие, сколько раз в неделю, раз в неделю, по воскресеньям, наверное, нет, во вторник сейчас, был в понедельник сейчас, во вторник, по вторникам, кто там у них ведет занятия? ну, там, в общем, так, такая интересная была момента, где-то до лета, прошедшего лета, там был, как бы, вел такой сам Вова, вот этот Диаболов, а потом он ушел, и, как бы, там, как бы, настоятель поставил над нами батюшку, чтобы он, как бы, скажем так, курировал наш вот этот разбор слов, потому что, в общем, сказали, что вы просто в этом протестантизм, мы, вот, действительно, мы, мы разбирали, толкование сюда, да, окажется, кто, как понимает, и, кажется, мы, опять же, там, а Вова, Зиаболов, он кто был? он, как бы, руководитель, назвать, но он православный, да, православный, но, почему? а он все, он ушел, говорит, я больше не могу с вами говорить, ну, он устал, что-то, он устал, выдохся, говорит, ну, да, ну, да и батюшку, как бы, ну, и, вроде бы, батюшка, вот, отецыгарет, он, там, ну, нормально, да, ну, как бы, конечно, это, ну, а батюшка-то вел с вами занятие-то, после этого, как взял? да, ну, как-то, да, ну, конечно, я, вот, уже, как бы, я не согласен, тоже, вот, по поводу мощей, я, я никогда не смогу вот это, даже никогда не поверить что это вот должно правильно быть я согласен что у павла там платками и вошними там какие-то вещами ну не так и как бы нельзя верить и вот это вот вот они там тоже говорят вот святая вода да это дух святой святая вода не согласен с этими вода но что и делает святой то бог же просто от этого уходим как бы начинаем в воде а за бога я думаю надо сначала искать правильно да ты понимаешь то есть они бога ищут в материальном да то есть исцеляющие иконы исцеляющая святая вода про бога забывают и еще момент такой я вот святым молиться но я тоже для меня что-то не открылась почему должен молиться святым как бы я не знаю как мне кажется есть место в священном писании приступили к духам праведников да да я тебе могу сейчас если хочешь найти к духам праведников то есть праведники умерли приступили к духам это в новом завете написано как приступили то есть молитвой то есть они умершие в откровении помнишь мы читали там сказано они уже умершие праведники молятся богу господи доколе не мстишь за кровь нашу то есть они умерли и богу молятся то есть они у бога то все живы понимаешь вот мы братья мы сейчас на земле мы братья христиане и то что он умер телесно что он перестал быть там братом он умер в вере молимся нету молимся там николай угодник да тебе это непонятно да почему они 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 напрямую да ну конечно но но смотри тут напрямую молиться мы не говорим что нельзя напрямую можно и напрямую молиться но мы не и не повелеваем то есть то есть у нас это в обязанность как бы нету что обязательно нужно молиться немного кто хочет молиться кто не хочет у кого нету в это веру но мы не ставим этого обязанность но мы приводим место священного писания что приступили к духам праведников значит это было в этого об этом в библии написано вот и ну а такой житейский пример например ты на стройке работаешь какая-то там проблема такая что не нужно в директору стройки бежать ты этот вопрос решаешь с начальником там с бригадиром например да вот и тут также николе позвон николам или или по смирению своему то есть тебе не не хватает лишний раз докучать начальника стройка то что у тебя зарплата маленькая ты бригадиру идешь бригадир решил это вопрос то есть никола угодник помоги ну ты николе угоднике не как богу молишься как угоднику божию то есть он то тоже твой брат ты понимаешь тут ничего и апостолы они говорили мол помолитесь за меня то есть обращались то есть друг за друга молиться как бы и он то никола угодник ближе к богу мы так верим того он тоже на небесах он принят богу что он богу угождал мне такие чудеса чудотворения были а вот еще и еще вот за как это за упокой упокой души усопших рабов твоих но мы я я верю что да и что если человек умер то есть молитвой ты его из не из ада в рай не перетащишь не из рая в ад понятно то есть получите соответственно это нужно во первых для для нас самих когда мы с любовью относимся к умершим родителям то есть они умерли мы желаем им спасения если они жили праведно опять же если они были грешники то я тоже эту молитву не понимаю то есть я то есть он жил там пил курил воровал блудил там все он умер и мы теперь помолимся его господь по нашим молитвам рай да не будет этого бог он неподкупный судья поэтому когда там спрашивают крещённый не крещённый а раскрещённый там подавайте 40 уст платите деньги и мы сейчас его быстро определим нет это ложь а обман то есть бог будет судить соответственно тому что делал человек живя в теле он конкретно живя в теле поэтому бог и будет судить а не потому сколько человек за него будут молиться молитва это она во первых тебя тебя смягчает ты тоже будешь понимать тебе же приятно будет и когда ты умрешь и кто-то за тебя будет молиться чтобы ты как 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 бы ну так вот если представить потому что там мы верим что будет мытарство что дьявол тоже тебе будет там дела твои злые представлять а ты должен ему как-то вот так вот в православии принято и это не противоречит библии никак никак ну а про и иконы что иконы идолы я не считаю что это идолы что я просто я считаю что я не согласен что им на иконе надо поклоняться да это образ я тоже смогу как образ берите вот но чат часто есть даже в православии такие люди которые из икон и поклоняются им как идолам это и есть грех и да и да это это и есть идолопоклонство если ты ветхом завете помнишь там медному змею поклонялись ниху потом стали ниху штаном его названы на называть и бог это все смел потому что одно дело когда на этого змея смотрели исцелялись понимают что это бог такое повелел а другое дело когда ему уже вместо бога то есть иконе вместо бога это вот поэтому бог говорит что вы сначала рубите дерево из этого из этого из этого из этого дерева валите себе пищу а то что останется вырубайте себе идол и поклоняйтесь ему да 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 и идол от иконы и да идол от иконы чем отличается то есть идола ставят вместо бога то есть это высмеивается понимаешь то есть бога истинного не знает а молится ложным богам там они могут из этого дерева слепить все что угодно вплоть до прости господи фалоса и поклоняться как был такой бог как бог чадороди но это же смех идол это когда вместо бога а когда на иконе ну вот поэтому